Многие субъекты Российской Федерации отказались от проекта благоустройства общественных пространств, но наша область приняла решение совершенно правильно участвовать. И, по сути дела, в сентябре мы полноценно вышли на эту работу. Ну а сейчас, в общем-то, спуск готов. Стоимость работы порядка 52 миллионов рублей. Вот и верхний и нижний грот будут закрыты антивандальным стеклом. Соответственно, там будет организована подсветка. Будем выставлять экспозиции. Я думаю, что горожане, когда будут посещать и набережную, и спуск реки Урал, периодически будут видеть такие обновленные интересные экспозиции, которые будут притягивать к себе внимание. Главная идеология была, чтобы получить не просто спуск реки Урал, а сделать его таким, каким он был в 1952-53 годах. Все выполняем в единой цветовой гамме. Это белый цвет, ну естественно, он тонированный такой, слегка под слоновую кость, и теплый серый цвет. То есть, все абсолютно и лепнина, и все детали будут выполнены в этом цвете. Пусть он выглядит вот в том исконном стиле сталинский ампир, который здесь и предполагал. 24 числа открытие полностью всего объекта. Это и исторический спуск, и 300 метров новой набережной. Здесь будет все, и гуляния, и ярмарки, и концерты. Сейчас вопросы организации, они полным ходом обсуждаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok